итак ребят приветствую вас на моем канале и я хочу записать по x3 albion prelude записать гигантский просто многочасовой гайд а все о всем что я собственно знаю про эту игру играл я конечно в нее крайне давно но у меня прям загорелось желание вот что-то такое записать я знаю что это очень много вот но есть там много где неточности вот как видно собственно я запустил ее в маленьком экранчике и скажите на хрена нам твоих от по albion prelude если есть x3 он с фарм 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 харам с какой-то legacy и особо внимательные могут заметить что у меня он есть купленный вот расифицированный все даже установленный я даже его разок запускал но собственно я еще никак не дают руками до него хочется поиграть но пока пока не могу собственно нет времени но с другой стороны я думаю там не сильно большие различия к тому же я буду не так прям точности показывая до определенные как базу вот показывать объяснять как внутри игры так и собственно всяких там таблицах в интернете и так далее вот сейчас видно что я нахожусь на луне возле земли недалеко собственно тут какая-то станция у меня вот вот собственно здоровенная луна я на корабле весенний цветок у меня даже почему-то здесь два спутника не знаю почему не важно короче вот это земные локации хотя в игре как бы в большей степени главные герои как сказать есть не земляне аргонцы кто такие аргонцы но это собственно те же самые земляне но только колония потерявшиеся в космосе и которая многие десятки не знаю может сотни лет развивались отдельно от земли и при этом как бы как бы новые поколения людей они даже но не знали что такое земля знали что мы вроде бы как родом земли но где это мифическая планета или солнечная система и существует ли она вообще или это все сказки никто как бы точно не был уверен кроме как там особые религиозные фанатики которые как раз таки фанатели от земли ладно не буду значит сильно далеко тут углубляться расскажу значит про игру изначально это для новичков опять же таки игра это космосим ты летаешь здесь на космическом корабле собственно вот и можешь там перестреливаться с врагами короче у тебя есть оружие есть танцы на которые можно прилетать вот на которых можно торговать можешь новые корабли себе покупать летать на разных типах кораблей как от истребителей до корветов эсминцев анвианосцев ракетных эсминцев вот да собственно и всякие торговые корабли которые минимум вооружены и минимум имеют защиты крайне медленно летают но при этом имеют большую щит трюмы и можешь торговать всякими товарами вот где-то купить на одной станции подешевле где допустим этого товара слишком много и продать там где его нет собственно подороже и там где есть на него спрос и допустим можно даже собственные станции строить и даже целые здоровенные комплексы станции с десяток станций которые между собой связаны и выпускают определенную продукцию которую ты можешь потом самостоятельно продавать либо у тебя будут прилетать другие npc и покупают как например здесь видно земной перевозка тяжелых грузов земной перевозчик тяжелых грузов то есть это торговый корабль и грубо говоря вот ладно в принципе понятно да чем заниматься есть пираты здесь есть искусственный злой интеллект ксеноны с которыми можно воевать постоянно вот есть даже целые локации куда можно прилетать и воевать с эсминцами с истребителями ксенонскими есть пиратами есть места где воевать также в принципе можно воевать против другой фракции вот можно выполнять квесты различные там на сопровождение на перевозку товаров людей военных на охрану на уничтожение определенных врагов и я такие квесты люблю то есть там нужно кого-то полететь какой-то сектор и убить там здоровенный корабль за который тебе могут дать очень много денег но торговля здесь конечно в топчик но можно и без торговли обойтись я вам скажу смотря какие цели преследоваете допустим если хотите очень много денег создать можно создать собственный флот у вас будет много кораблей можете эскадриль и истребителей создать а можете целый флот из крупных эсминцев из ракетных эсминцев авианосцев десятки сотни кораблей все это можно в этой игре в принципе прикольно главное чтобы были деньги а деньги надо заработать вот короче это все понятно теперь собственно начнем с кораблей и начну я наверное с маленьких кораблей класса истребителей типа есть разведчики перехватчики истребители это маленькие кораблики совсем алипусники я считаю что они абсолютно бесполезные вот есть но не абсолютно ладно вру не абсолютно польза от них определенная есть но она тонкая такая польза и она как бы не всегда нужна и дело вкусовщины если честно игра такая знаете как бы очень большая и соответственно есть фанаты которые играют в эту игру да у них есть свои какие-то как это объяснить в общем могут со мной много кто не согласится и сказать что и не знаю я летаю на истребители на таком-то таком-то и это мой основной корабль и я его обожаю просто и ты как бы ну у разных свои предпочтения скажем так дело вкуса на вкус и цвет тут как бы много мнений у всех одинаково правильные вот я же в свое время сейчас на корвете вот причем это очень читерный корвет если честно рекомендую всем кто хочет 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 легко и быстро проходить задание собственно и у легко и быстро уничтожать мелкие корабли допустим да то есть вообще без каких-то проблем быстро передвигаться и так далее рекомендую а тем кто считает этот корабль все-таки ну несправедливо читерным как бы сказать я конечно его не рекомендую брать вообще можно иметь у себя его в коллекции можно даже на нем там чуть полетать при большом желании но прям играть на нем не рекомендую я играл если честно ну блин читерный он вот с одной стороны он конечно сильно похож на скунса из игры x-reverse вот у меня она есть вот тут x-reverse моя первая игра серии иксов и моя самая любимая скажем так я x3 не так сильно люблю вот как x-reverse вот она считается хуже много кто ее хейтит она изначально вышла очень неудачно ее потом допилили она стала очень играбельная очень хорошая но все равно ее не любят почему потому что там формально нельзя управлять ни одним из кораблей кроме как скунсом это один единственный корабль который примерно похож на класс на класс как раз таки корветов очень быстрый очень сильный и неплохо так модифицируется но к сожалению мало эффективен против крупных эсминцев но там совсем другая система там ты напрямую с эсминцами не дерешься ты дерешься в основном с их турелями турелями двигателями щитами и так далее а вот все остальное конечно если ты хочешь уничтожить крупный эсминец то тебе нужно иметь собственный эсминец которым ты управлять лично не можешь ты можешь ему давать задание она управляет им капитан точнее искусственный интеллект вот поэтому много кому эта игра не нравится здесь же x3 можешь управлять как мелкими кораблями истребителями и даже разведчиками так и крупными кораблями эсминцев там гигантскими которые могут уничтожить там целые станции блин и так далее десятки крупных эсминцев и и ты все это управляющие не сказал бы я что это прям классно управлять эсминцем скажем так чаще всего это дебильная тактика у воротов где ты просто зажимаешь блин ну так вот кнопку даже не не были как-то вот так вот зажимаешь и крутишься ладно я скорость сброшу потому что я разогнался вот дебильнейшая система вот и крутишься вокруг корабля который ты хочешь уничтожить ну короче фигня получается скажем так вот на маленьких корабликах в разы интереснее воевать там больше там маневров больше таких от всех всех дел блин опять я выстрел привык уже чуть-чуть я по чуть-чуть поиграл в ри юниор и там как раз таки управление немножко отличается чем здесь ну ладно это дело привычки до игры отличается x3 ри юниор тиран конфликт это альбион они очень сильно друг от друга отличаются хотя терран конфликт и альбион прелюд если честно между собой не сильно отличается от между ри юниор и терран конфликт большая разница прям капец в управлении в навигации во всем вот но в целом игры одинаковые короче продолжу дальше значит здесь в этой игре допустим лично я когда в первый раз играл в альбион прелюда я начал игру с альбион прелюд вот до этого я играл только в x-rebirth много раз и думаю ну блин все говорят классная игра x3 прям бомба пушка прямо с поиграй не позже ну не будешь жалеть короче не пожалеешь думаю ладно я вырубаю а я как бы такой знаете упертый блин думаю да нет x-rebirth лучшего а все же хейтят x-rebirth а я же его защищаю но чисто на подсознательном уровне мне сразу не признак x3 появляется понятное дело думаю ладно выключу я свои принципы выключу свою это упёртость и буду так вот ну играть как будто знаете ну по собственному желанию как будто я хочу максимально чтоб мне игра понравилась вот я поиграл ну в принципе играть можно я бы сказал бы что боевка здесь хуже чем в x-rebirth интересность тоже не сильно большая ну ладно хрен с ним на любителя игра по-своему тоже очень хорошая и я с удовольствием поиграю в последнюю эту фарм 2 фарм 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 блять легаси короче это цел короче вот фл обязательно поиграю короче и думаю игра очень сложная вникать в нее у меня времени особо нету к тому же я записывал весь все прохождение у меня есть на канале все как я вообще от с ноля в первый раз запустил игру и начал в нее вникать вот мне было интересно насколько быстро я разберусь в ней насколько быстро я смогу там ну заработать миллиард например а я заработал там миллиард хоть у меня чуки и нету вот потому что играл я изначально на пиратки а потом в принципе думаю ну в принципе неплохая игра и купил ее на стиме грубо говорят по скидке вот причем сразу все вместе с x-rebirth и по моему даже x4 купил у меня есть она но я не помню отдельно ее покупал или нет короче значит думаю кем мне лучше играть аргонцы но я знаю что я когда играл собственно в x-rebirth то я как бы играл за аргонцев вот землей там особо и не пахло но мы там нашли какую-то земной земную колонию и не более того и кто не знает тут тиран конфликт это как раз такие момент когда аргонцы начали воевать землянами вот и аргонцы как бы считают землян врагами но я так прикинул если в x-rebirth в принципе сколько там локаций такие известные штуки 3 до альбион de frizz и омикрон лиры грубо говоря все вот вы скажете там еще есть пространство возможности потом там есть называется локация она по-моему тут даже тоже есть блин как же называется блин где-то я ее тут видел мальстрим кстати там тоже есть вот в x-rebirth я если честно немножко готовился да но вот с головы вылетела как называется локация ну ладно я вспомню я скажу собственно я вот чё скажу да есть пространство возможности да есть там еще всякие локации но это все dlc они собственно никак не влияют на прохождение вот это всего лишь новые локации в которых ну там допустим есть какие-то новые корабли но основном это другие станции в которых можно купить определенные ресурсы вот а так в принципе фигня да как бы можно и без них обойтись обитель света по моему да называется еще но я вот что-то не могу и найти этот обитель света обитель света по моему тоже это локация чисто dlc-шная без нее можно обойтись вот ладно неважно а здесь как бы я-то видел карту я довел весь этот триндец блин и думаю ну как я здесь разберусь вообще куда здесь вообще лететь блин я вот например вот сейчас хочу найти обитель света я его и хера как его найти а вот искать найти до найти сектор видите название сектора обитель легенды не знаю ну еще и плюс еще выбивает как видите ну ладно это неважно вот во вторых я скажу что пространство возможности да но есть но непонятно это dlc для помощи или наоборот чтобы вредить потому что да с одной стороны это дает возможность с альбиона быстрее добираться до омикрон лиры с одной стороны особенно вашим торговым кораблям что ускоряет немножко торговлю но с другой стороны также ж те злоевучие ты ладе на своих пиратские ты ладе как картель или как он там называется на своих эсминцах фениксах они просто все уничтожают там они патрулируют и грабят мародерят все корабли которые видят в том числе и ваши и если у вас корабли маленькие слабенькие то они их просто уничтожают своими плазмой с д ложками мощными лазерами которые просто прожигают все не дают шанса никому сбежать особенно если корабли слишком слишком медленные вот поэтому конечно этом находил способы во первых ты можешь взять какой-нибудь не знаю лиране и она в принципе быстрее и у нее пушки есть она может и не сможет один на один тягаться с эсминцем допустим военным да но по крайней мере может и у навредить замедить уничтожить ему парочку пушечек вот и тем самым выжить допустим мы как бы и так а или же допустим этот лиромикрон тот может и уничтожить даже урага потому что это когда были блин по боевой мощи превосходит некоторые эсминцы военные и при этом будет будучи транспортным средством не транспортным а грузовым кораблем вот с не очень большим тримом ну большим но не не прям гипербольшим и довольно таки медленный поэтому получить много дохода от такого корабля не получится но по крайней мере можно было не волноваться что ваши корабли уничтожить хотя я скажу что иронию тоже легко есть видео что его атакует феникс смотрите за ее щитами если там совсем все печально просто делать экстренная телепортация никаких проблем с этим тоже нету вот телепортацию ну прыжковый прыжковый вар короче неважно вот короче так что в принципе можно обойтись так что локации тому блин три штучки грубо говоря там четыре ладно хрен с ним вот то здесь ну сами видите да если в x-rebirth омикрон лиры это целая здоровьяная локация то здесь это как бы маленький блин кружочек и я скажу что ну меня бы здесь вы кинули до в омикрон лиры я такой что сундук сокровища черное сердце путешествие на танна блин господи что это убежище на яны успешный шанс зеленая чешуйка 18 миллиардов господи что это все за локации надо все облетать и там каждая локация чтоб вы поняли куча станций вот в кружочке и ты изначально их не знаешь места расположения тебе нужно сюда прилететь все разведать вот в каждой локации в каждой тут еще к врата обратите внимание что мне даже не все локации открыты например вот здесь вот например в этой локации есть врата судьба рока судя по всему снизу и я ее даже не открыл я туда не летал как бы зачем не знаю вообще чуть туда летать вот короче я так понял что если меня скажут тут допустим куда там полететь то я здесь просто охренею куда лететь чё лететь где вообще блин какие локации я уже не помню где этот обитель света например вообще есть здесь нету блин кто там живет а допустим в этих локациях мне нужно узнать допустим где я хочу купить я хочу купить например мегалодон я знаю что мегалодон это супер сменец раз барон и да где здесь весь баронов какой из этой локации верь баронов я знаю что бароны у них вроде бы как королевство да то есть все что связано с королевами пространство королевы королевский тупик это скорее всего какие-то баронские локации но дело там что они же разбросаны да есть в интернете карты где в принципе это все расписывается где какие верфи находятся в каких локациях какие сектора кому принадлежат какой расе допустим но это если честно ну блин ну сложно поэтому я чё думал когда я начну играть я буду играть за землян вот если честно я не рекомендую играть за земля но если хочется разобраться то играйте за земля тут все предельно просто вот земля вот луна вот венера марс меркурий юпитер три локации сатурн три локации титан пояс астероидов уран нептун плутон пояс койпера и облако орта собственно все предельно понятно то есть формально если вам скажут по заданию а лети-ка ты на сатурн то ты знаешь вот сатурн блин как бы и так ежу понятно скажут лети на марс вот марс блин все вот марс я на него полетел никаких проблем причем обратите внимание что мы летим как-то странно от земли через венеру на марс через венеру и от марса уже через пояс астероидов на юпитер что принципе нормально вы смотрите что такое красненькая а красненько это военные действия и как я уже говорил земляне воюют с плутахом то есть вот отсюда вот с пояс астероидов телепорт летит сразу в крае летиков и омикрон лиры это все тоже собственно зона боевых действий там постоянно идут какие-то военные действия земляне дерутся с аргонцами и даже если вы играете за землян то изначально аргонцы к вам враждебны но это не проблема вы можете с ними подружиться они вас атаковать не будут вот я же земляне например я могу спокойно полететь в омикрон лиры и меня атаковать не будут но это все равно зона боевых действий не факт что не будет атаковать ваши корабли вот торговые особенно не факт и возможно иногда будут атаковать вас я не знаю возможно или нет по моему тут есть квест главный какой-то сюжетный при котором мы как бы миримся землянами ну типа аргонцы мирятся с землянами ну а не точно это не точно вот поэтому я решил я буду играть за землян я знаете в какой момент понял что я ошибся в момент когда полетел блин на допустим вонючую венеру вот и просто оценил расстояние между станциями особенно если у меня довольно таки медленный корабль у меня сейчас очень быстрый корабль это весенний цветок и я прошу сразу запомнить это название я не вам уже говорил да вот ваш весенний цветок вот прям написано прошу сразу запомнить это название потому что это читерный корабль он уникальный своем роде он самый лучший в своем роде грубо говоря вот то есть таких вообще нет даже близко таких нету в этой игре больше нигде я не знаю зачем сделали этот читерный корабль и я очень сильно надеюсь что в следующие дополнения этот цветок либо сильно понерфят либо уберут его нахрен вот я вроде бы смотрел вроде бы вы от свесеннего цветка забрали оружие но это не точно но это просто читерный корабль в много где я об этом расскажу позже когда может непосредственно перейдем кораблям вот я пока что объясняю собственно почему я собственно здесь то короче между станциями дистанции просто гигантские я вот сейчас продемонстрирую я давно не играл к сожалению и поэтому я сейчас могу немножко тупить допустим и полетим на венеру ладно не венеру давайте масс прыжковый двигатель заряжен на 10 процентов 20 30 40 50 процентов 60 70 80 90 прыжок станции здесь размером гигантские просто такие гигантские они в несколько раз больше чем аргонские там и других раз марк вот вот собственно марс вот собственно ближайшая станция нет это не ближайшая земная фондовая биржа 17 километров до нее нахрен вот хорошо летим 17 километров предельно просто станции гигантские просто квесты делать на таких станциях крайне неудобно тебе скажут от одной станции к другой лететь и ты будешь лететь вечность это у меня сейчас 360 метров в секунду запомните тоже эту цифру вот хорошо прилетели мы к одной станции он лететь к следующей 40 километров блин 40 километров лететь следующая станция крис фабрика дронов м альфа тоже 40 километров до орбитальная 65 километров блин солнечная станция 100 километров блин это на одной локации ребят чтоб вы поняли 100 километров лететь вы представляете если у вас корабль который летит со скоростью ну ну до 100 метров в секунду блин он километр летит блин 10 секунд километр блин тут 100 километров второй момент вообще страшный вот вы видели как я только что портанулся да они везде можно портоваться ребят не везде только там где есть маяки в этой локации есть маяк где он тут не вижу вот он прыжковый маяк на земле его нет по моему на луне его нет не на луне есть на меркурии его нет на юпитере его нет пояс астероидов его нет на сатурне на уране и ближайший маяк есть на нем туне вот чтоб не пустозвонил прыжковый двигатель смотрите куда можно портоваться луна венера марс на пояс астероидов можно нептун и облака орта то есть на плутон нельзя на уран нельзя подойдет на уран нельзя на сатурн нельзя разве на пояс астероидов можно на пояс астероидов можно и то на одни врата вот это пояс астероидов нихера не маленький никуда не титан не сатурн 2 не сатурн 3 не на юпитер какой-нибудь не на землю по ходу даже на меркурий нельзя да даже на меркурий нельзя ну вы понимаете да насколько это гемор то есть мне чтобы прилететь на юпитер мне нужно портоваться собственно по всему но на марс или на пояс астероидов и лететь на юпитер чтобы на сатурн лететь это надо через военную зону лететь да можно от нептуна лететь вот так вот но я вам скажу это нихрена не быстро это нихрена не быстро вот то есть здесь какая-то канитель с прыжковыми двигателями прыжковыми вратами зато смотрите когда мы летим сюда абсолютно куда угодно на любую локацию можно прыгнуть куда угодно в любое место сюда 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 куда угодно могу прыгать это сильно облегчает когда у вас появляется прыжковый двигатель сильно облегчает выполнение квестов ну мелких заданий грубо говоря вот этих вот которые генерируются рандомно вот поэтому если вы начнете на земле ну и за землян то вы охренеете просто здесь летать а у вас не будет скорости 360 какой меня у вас будет скорость в лучшем случае чуть больше ста вот в лучшем случае может быть даже и меньше если у вас будет какой-то торговый корабль у него может быть скорость 90 блин вы просто между станциями охренеете летать я вам скажу что в других местах других местах между станциями между станциями намного меньше километраж я бы то я все это покажу собственно просто запомните этот момент вот но с другой стороны да красиво я могу на венеру полететь прыжковый двигатель заряжен на 10 процентов марс мы уже посмотрели до 30 на раз эти вот у тебя совы это 60 70 80 90 прыжок ну локации скажем так отличается только тем что у них есть какой-то задней ему это венера собственно тоже давай головок материк 30 километров луна 50 километра станция 58 километров вот ну вы понимаете короче да прыжковый двигатель на нептун полетели оттуда полетим на ура прыжковый двигатель заряжен на 10 процентов 20 30 40 50 процентов 60 70 80 90 прыжок безусловно ребят безусловно очень классно наблюдает за ну побывать на юпитере да ну именно вот в космосе побывать на возе сатурна урана вот это все нихера здесь не голодон это мой мегалодон и тут очень много моих станций насколько я знаю да тут мой комплекс это мой здоровенный корабль мегалодон вот мой значит кораблик поменьше и это кстати у меня не истребитель это корвет а это здоровенный эсминец баронский мегалодон как видно даже корвет но он он не маленький корвет корвет и тоже большие относительно вот больше стандартных истребителей это своего рода такой грузовичок короче вот типа там камазик такой знаете вот и он до разгоняется медленно тормозит медленно я вот не помню как тут правильно разворачиваться вот мегалодон конечно большой да вот вот планета сама по себе если так и чисто прикинуть блин не знаю что там нажмал если я хочу полететь допустим на юпитер например вот сюда прыжковый двигатель заряжен на 10 процентов 20 автопилот включен ладно я понял то блин чай нажимаю кнопкам не привык еще полетим на сатурн допустим вот сюда до автопилот включен вот и вы просто оцените насколько долго лететь вообще туда это я сейчас включу ускорение еще ускорение в получается в 10 раз больше скорость вот короче никому не рекомендую играть за людей в этом плане потому что вы просто в начале ну задолбаетесь летать но если вы не как и я не хотите путаться в локациях то есть не хотите путаться там в планетах в лакану в секторах и так далее вот то конечно играйте за людей потому что тут в принципе все предельно понятно вот уран ну всего довольно таки прикольными кольцами вот я скажу что юпитер сатурн они все так такие же самые прикольные короче тут тоже летают крупные земные корабли вот еще одна причина по которой конечно я бы советовал бы играть за людей это вооружение и корабли собственно они скажем так люди очень долго жили в изоляции вот там короче ну если так чисто по лору примерно ориентироваться то смотрите был момент когда открылись врата были обнаружены врата которые вели другие другие локации другим звездам вообще по всей галактике грубо говоря вот и скажем так как люди начали делать вот сатурн короче причем сатурнам кстати я сразу скажу что их несколько штук и они в разными ракурсами где-то ближе к сатурну где-то дальше к сатурнам то есть такие фишечки прикольные лот отключен вот я сейчас еще отличу ну все равно локации ну как бы ну роднее немножко согласитесь то есть когда ты видишь родные планеты вместо того что ты видишь какие-то непонятные и а потом поняли что они хер победят короче когда-нибудь потому что что-то треоформеры слишком мощные они заманили в одни из врат а потом эти врата взорвали нахрен короче и тем самым они сами себя завели в изоляцию вот и вместе с этими треоформерами там были закрыты и ну люди которые там были это собственно которые после этого стали аргонцами называться аргонцами аргониане они познакомились с другими инопланетянами вначале с паранидами потом собственно со всеми остальными вот с паранидами они там дружили я об этом расскажу может попозже потом собственно параниды их предали когда собственно ну короче неважно это параниды бароны сплиты ты ладе никого не забыл ну вроде никого не забыл вот это все инопланетяне они со всеми познакомились ну и люди как люди торгуют воюют и так далее в общем то и тут короче открылись врата к землянам естественно и а у землян собственно одна технология вот я к этому хотел и привести к этому я хотел и привести смотрите насколько я помню насколько я помню значит у нас у землян у нас у землян по моему на сатурне находится верфь вот верфь мы можем торговать здесь и тут вначале тут станции они нас мало интересуют а вот собственно весь список кораблей которые здесь есть этот завод производит боеголовки материя антиматерия не надо мне твоя материя антиматерия вот и мы видим собственно все корабли которые здесь можно построить классифицируются корабли значит ну примерно я бы сказал бы есть вообще я вот только-только да вот 40 минут прошло видео 41 минута и я только-только начал разговаривать про корабли о чем собственно должен был говорить классифицируются я я разделяю корабли на две части допустим вот даже сказал бы на три части первые это ну это истребители то есть это ну маленькие корабли второе это собственно корвет и третье это эсминцы вот значит что касательно истребителей их там три типа это разведчики вот такие вот разведчики типа рапира видите стрелочка маленькая это берсерк маленькая стрелочка потом есть перехватчики это стрелочка с палочкой чуть помощнее будут и собственно это истребители как таковые тяжелые истребители это тор и ягатан почему здесь так много кораблей разных да типа дублирующие там истребители блять разведчики берсерк и разведчики разведчики рапира вот почему их два типа и почему вот есть истребители тор и истребители ягатан на самом деле они разные есть чисто земные которые идут вооружение армии а есть земные которые идут отдельно корпорация которая занимается военными технологиями вот это как бы два разные фракции вот и поэтому у них и корабли разные собственно на самом деле на самом деле как бы я тут буду смотреть только определенные так вот почему я так разделяю значит истребители от допустим эсминцев потому что если ты играешь за истребителя на истребители на любом от т5 до т3 то ты как бы все свое внимание абсолютно все свое внимание тратишь исключительно на другие вражеские истребители вот то есть ты играешь допустим на каком-нибудь торе к примеру ну я условно говорю то ты воюешь с истребителями мелкими со всеми там от т3 до т5 никаких эсминцев вообще не смотри в их сторону даже не подлетай к ним если ты подлетишь к эсминцу ближе чем на 2 километра то ты сдохнешь от зенитки буквально за несколько секунд либо споймаешь ваншот либо проживешь пару секунд и умрешь короче вот на дальше чем 2 километра ну 3 10 километров в принципе тебе эсминцы вообще никак не угрожают если ты конечно попадешь под шальной снаряд под шальной да он тебя шохнет потому что мощи там дай боже там снаряды летают такие что уничтожат 10 таких торов за один выстрел нахрен но они не попадут они очень медленные вот они будут стрелять то есть твоя задача драться с маленькими кораблями большие ты ему ничего не сделаешь это не икс реберс где ты можешь большому кораблю подстреливать пушки блин и типа все двигатели и он станет и ничего не сможет сделать здесь ты большому кораблю ничего не сделаешь скажешь нет там есть ракеты есть ракеты об этом чуть позже они на самом деле далеко не эффективны а те что эффективны они как бы их не достать их не построить не купить ничего с ними не сделать они как бы есть ты можешь его где-то выбить с какого-то корабля тебя выпадет я если честно речь идет сейчас про ракету молот да по-моему она так называется рыба молот вот да у нее урон чтоб вы поняли миллион с чем да короче и я за всю игру я играл тут я тут прям очень много часов играл сотни часов играл и у меня таких ну штуки три-четыре было по-моему и все ну это дичь как бы на то чтобы уничтожить один корабль нужно два десятка таких ракет ну чтоб вы поняли поэтому не обращай внимания и на самом деле нихрена когда ты играешь за эсминец например то же самое там тир один да за дорогущие эсминцы ты вообще не обращаешь внимание на истребители истребители тебе ничего не сделают как бы и если они к тебе подлетят они сдохнут вообще без шансов как бы они просто упадут сотнями десятки ну сотня может нет десятка два три истребителя они просто подлетят к тебе и умрут моментально вот то есть не обращай на них внимания твоя задача это другие эсминцы все эээ отдельно скажу про корветы корветы в принципе они относятся как бы чуть крупнее чем истребители все да ты вроде бы как можешь с ними тягаться ты их превосходишь в боевой мощи можешь уничтожить 3-4 таких вот а если ты весенний цветок то 10 20 как бы вот потому что это читерный корабль я не буду об этом вернее я буду об этом повторять множество раз да не каждый так может корабль уничтожать в таком количестве истребителей вражеские вот и при этом ты в принципе можешь легкие эсминцы какие-нибудь уничтожать и даже крупные долго но можешь ковырять я уничтожал весенним цветком здоровенные эсминцы класса т2 типа как тир типа как то подобное вот уничтожал долго но уничтожал потому что у него есть бомбометы материи антиматерии которые ну они нормально долмажат как бы ну меньше чем конечно там фотонки какие-нибудь и там подобные но в принципе могут пробить щиты могут подамажить долго правда минут 20 наверно не знаю ладно это все понятно вот и при этом я скажу что если допустим истребители да не могут ничего нанести никакого урона допустим крупным эсминцам вот и да они там вроде бы дерутся против других истребителей это все конечно весело но зачем если можно играть за эсминцы уничтожать другие эсминцы а если там вдруг будут истребители они просто сдохнут на зенитках то есть зачем нужны истребители ну я скажу что дело вкуса но мне они нахрен не пригодились у меня были истребители я их всех продавал и там некоторые поставлял себе чисто так прикола ради они не нужны они нужны только в двух случаях это самые дешманские самые конченые эти разведчики даже если у них нет вооружения они очень быстрые вот у них есть вооружение врать не буду у них там есть какой-то там пушечки но их очень мало и слабые генераторы оружия слабые щиты то есть в принципе воевать ими вообще нет смысла нельзя ими воевать не воюйте никогда на икс 5 икс 5 вот эти вот разведчики никогда на них не воюйте они не предназначены для войны они предназначены для разведки это самые лучшие корабли которые собственно разведают локации ты летаешь между локациями ищешь новые врата залетаешь в них летаешь там в чем их фишка они формально практически бессмертные эти разведчики почему бессмертные ну может быть эти конкретно они бессмертные но есть относительно бессмертные разведчики вот они имеют крайне высокую скорость там есть разведчики которых скорость 600 вот 600 поняли да если у меня у весеннего цветка 360 я говорю это очень быстро и это очень быстро это один из самых быстрых кораблей вообще в этой игре вот он по скорости превосходит очень большой он превосходит по скорости истребители вот он даже многих перехватчиков по скорости превосходит но и даже некоторых 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 м5 разведчиков превосходит по скорости некоторых но при этом все таки большинство м5 намного быстрее чем весенний цветок соответственно на этом корабле крайне очень быстро и эффективно все таки заниматься разведкой летать по локациям открывать новые станции вот открывать новые врата и тому подобное вот для чего они нужны дешевый корабль крайне быстрый комфортно на нем передвигаться между локациями до поры до времени я скажу почему до поры до времени потому что у них в принципе такой маленький трюм такой малепусенечки трюм что у них не хватает во-первых места на прыжковый двигатель а если даже хватает то не хватает на топливо на прыжковый двигатель то есть если вы куда-то улетите хер знает куда вот да например вы разведывали пролетели здесь там вот это все красную зону пролетели и прилетели вот все дича например да то обратно вам возвращаться своим ходом и сюда лететь не ну конечно если вы богатый ну не богатый а хотя бы у вас чуть-чуть есть денег то вы можете себе позволить купить корабль малюсенький такой малепусенький авианосец в котором вмещается два корабля два истребителя то ты и у него конечно трюмы побольше то когда вы долетите сюда вы просто призовете к себе этот авианосец маленький вот он к вам прилетит вы в него сядете положите туда ваш разведчик и упрыгаете куда вам нужно вот потому что там трюм побольше и он может прыгать собственно на всю вполне вероятно может прыгнуть на всю галактику грубо говоря вот то есть вот такой вариант это первое почему собственно зачем нужны истребители допустим второй момент я если честно вообще не представляю зачем нужны недовольство уровнем пилотских вот этот комбайн способен добывать лед из недор астероидов затем выставляют на очистные станции где его растапливают и очищают от примесей все все вот второе перехватчики это м4 если разведчики это м5 то перехватчики это м4 короче вот я по поводу перехватчиков хочу сказать что самые лучшие перехватчики разведчики те которые самые быстрые даже если у них нет оружия как бы это неважно почему я говорю что они бессмертные вот я об этом сейчас все подробно на таблицах расскажу на самом деле я просто сейчас вводную скажу да почему я считаю что они бессмертные это что скорость 600 вас нахрен никто не догонит вообще никто даже другие истребители теперь другие разведчики вас не догонят ну если вы самый быстрый корабль понятное дело вот ракеты скажете догонят типа есть ракеты у которых скорость 700 да а у вас 600 а там 700 как бы вот но я назову две причины почему это тоже не сработает первая причина это те которые ракеты на 700 они скорее всего все без самонаведения они летят чисто вперед и не могут за вами вас преследовать то есть делаете небольшой маневр и все вас ракета это никогда не споймает второй момент это то что даже если эта ракета имеет скорость 700 разница между вами соточка выстрелит она хер знает откуда по вам да из корабля но вы летите видите там какой-то здоровый корабль с ракетами да у вас летит ракета вы что делаете ну вы летите ближайшим вратам просто и у вас то что ну разница между вами слишком большая это могут быть десятки километров да ну дальность до вас пока 10 километров пролетит от ракета вы сами пролетите те же самые 10 километров собственно вот и уйдете в другие врата то есть формально я сколько летал ни одна ракета меня не могла догнать вот в третьих я скажу что ракеты можно сбивать вот то есть у вас будет какая-то пушечка которая даст вам возможность развернуться сбить ракету и полететь дальше вот более того вот этот разведчик который я говорил со скоростью 600 у него на жопе есть турелька которая собственно можно настроить на то чтобы она сбивала ракеты и когда она будет за вами лететь со скоростью разница между вами будет скорость 100 то есть это не сильно большая то эта турелька стреляет по моему если не ошибаюсь она стреляет на километр 100 если я не ошибаюсь она эту ракету собьет спокойно у вас секунд 10 на то чтобы сбить ракету никаких проблем нету попадет и собьет вот вот такое плюс еще эти ракеты не очень маневренные у нас чаще всего вот а есть ракеты типа москит да они больше идут как пареошные то есть против других ракет они очень быстрые они самонаведением но урон у них скажем так крайне мал и он вас не убьет он вам даже щиты не собьет то есть надо много москитов чтоб вас сбить но скажем так ну такое я об этом тоже все расскажу у меня есть таблицы я сейчас буду их открывать показывать вот зачем нужны собственно перехватчики а кстати еще по поводу опять же таки по поводу разведчиков единственный момент в разведчиках что мне как бы нужно с кем вы будете воевать если вы играете на разведчики я скажу что вы вряд ли будете играть на разведчики при любом старте который вы начинаете у вас всегда корабль классом выше как минимум перехватчик вот а то и а то и вообще как бы истребитель да м5 м3 а то и вообще корвет короче вот а корвет как бы это другая другой класс и когда вы играете на корвете у вас другие проблемы грубо говоря свои там у вас начинается там у вас короче другие враги скажем так вот и разведчики вам по барабану абсолютно дать всем так вот с кем вы будете против кого будете воевать это скорее всего только вражеские ракеты вот потому что других разведчика убивать смысла вам нет как бы можно повоевать ну такое а нападать на перехватчиков а тем более на истребителя м3 вообще это суицид они вас мощнее по всем параметрам они вас просто намного сильнее и легко уничтожат ваше преимущество только скорость вы можете их вообще абсолютно не бояться потому что они вас не догонят но драться с ними нет смысла абсолютно это суицид вот за счет маневренности конечно вы можете там ну поуворачиваться от их снаряда но чаще всего у вас банально не хватит вооружения чтобы их уничтожить банально не хватит вооружения вот не хватит вооружения там еще момент скажите там можно поставить более менее нормальные пушки даже количество их будет довольно таки неплохое но тут есть еще такая штука как генератор лазера вот этот генератор заряжает ваше оружие если генератор слабый то вы не сможете бесконечно стрелять вы делаете выстрелов пять и у вас заканчивается просто ну энергия и вы не можете стрелять в то время когда какой-нибудь авангардовский м3 может просто спамить оружием довольно таки долго пока на него не сядет а если это корвет то вы можете спамить бесконечно у вас оружие перезаряжается быстрее чем тратится на него энергия поэтому корветы это немножко другой класс совсем вот из плюсов опять же таки истребители всех истребителей да это в том что они все влазят в авианосцы я об этом чуть попозже покажу объясню тоже на графиках ну не графиках а на таблицах то есть здесь здесь есть авианосцы которые могут вмещать в себя чуть ли не по 60 истребителей понятное дело что разведчики туда и перехватчики ставить смысла нет вот а вот какие-нибудь м3 истребители вполне вероятно м3 истребители это самые сильные короче из истребителей но и самые медленные вот в чем преимущество перехватчика над истребителем тоже только в скорости перехватчик в принципе возможно уже им воевать против во первых других перехватчиков во вторых против разведчиков понятное дело что ты за перехватчик разведчика не догонишь но в принципе если тот захочет воевать как то на вас отвлекется вы сможете его в принципе убить потому что гоняться на истребители за разведчиком вообще нет смысла истребители слишком медленные очень медленные вот я вам скажу что некоторые корветы которые ну блин в разы мощнее быстрее даже самый слабый корвет сильнее наверное самого сильного истребителя вот и при этом бывает такое что корветы еще и быстрее чем истребители вот так почему тогда не делать корветы вместо истребителей спросите вы а фишка в том что корветы нельзя засунуть в авианосцы и если вы мало ли вдруг любите авианосцы любите когда у вас большой корабль на котором сидите и у вас 60 истребителей как бы вот которые внутри авианосца то тогда вам как бы нужны м3 корветы туда не впихнуть туда у вас м3 можете конечно и м4 засунуть опять же таки я же говорю преимущество м4 в чем они очень быстрые ну по сравнению с м3 вот перехватчики да и они больше наверное заточены все таки сбивать ракеты скажем так большие эсминцы у них своя проблема у них не истребители проблема и даже не другие эсминцы у них проблема у них проблема это ракеты они очень уязвимы к ракетам они просто за секунды взрываются от залпов ракетных эсминцев или ракетных корветов вонючий дешевый ракетный корвет может в принципе жахнуть здоровенный эсминец блин который корвет вы купите за 15 лямов да ну и там лямчик на ракеты в кинете а допустим эсминец стоит 60 100 тысяч поняли 60 100 тысяч может стоить ой миллионов миллионов я извиняюсь и он взрывается за секунды обидно обидно да вот и такое часто в этой игре бывает прям постоянно в каждом замесе прилетает охранники и вот даже сейчас по-моему вот это сейчас выключу а войска скернир скернир ракетный креслер блин ой блин вот я сейчас покажу информацию кроме может обстреливать сооружение и крупные корабли из множества разнообразных видов оружия 8 ракет 8 ракет 16 ракет за раз только пию блин и жопа нахрена сразу кораблю каждый из таких ракет может наносить урон от полумиллиона и выше вот и он их может спамить каждые полторы секунды Единственное, что эти ракеты не дешевые, но защитники секторов, боты, да, типа местная там полиция, армия и так далее, они как бы, ну, у них они спавнятся эти ракеты бесконечно, то есть они вообще без вариантов, вот. Вот, ну, это я показал М7М, а есть М8, я, к сожалению, его здесь не вижу, хотя я только что где-то его наблюдал, можем открыть карту и посмотреть, где-то я видел такой треугольничек, ну, и сейчас я не вижу здесь его, вот, я могу, в принципе, Орбитальная станция поддержки ОКК, где-то здесь у нас, вверх, трансорбитальный ускоритель, Сатурн 2, вверх, вот, я покажу, где он находится, вот он, клеймор, эти, у него всего лишь две ракеты, вот, и они такие вот, чуть-чуть послабее, сказал бы, я бы сказал бы, да, Но, но сам клеймор М8, в принципе, стоит 5 лямов, я даже по 15 миллионов соврал, вот, то есть этот корабль спокойно может уничтожить здоровенный эсминец, блин, спокойно может уничтожить, за 5 лямов может уничтожить 100 лямов, да, ракеты, они бесплатные, вот, и да, эти ракеты летят медленно, и да, много из этих ракет собьют, и да, Возможно, вы потратите ракет на сумму больше денег, чем вы получите за уничтожение какого-нибудь корабля, то есть вот такое вот, вот, поэтому я не сильно люблю ракеты, и плюс они еще так долго летят, и плюс еще есть вероятность, что корабль к этому моменту уйдет вообще в другой сектор, или, блин, у него истребители, которые ваши все ракеты позбивают, ну, короче, такое, вот, Вот, и для таких целей, я считаю, как раз-таки хорошо подходят М-4, которые, в общем-то, довольно-таки быстро прилетят, и довольно-таки быстро позбивают ракеты, например, вот, опять-таки, что такое перехватчик, да, в реальной жизни, допустим, перехватчик, это самолет, который По боевой мощности уступает истребителям, но по скорости он самый первый прилетает на место, куда нужно, допустим, то есть, в реальности, если там какой-то самолет летит, вторгается на вашу территорию, допустим, да, вот, подлетает к вашим границам, вот, то именно перехватчики первые туда долетают, и начинают уже как-то общаться, С врагом, допустим, вот, либо атаковать его, либо сопровождать и угрожать, а вот, если идет настоящий бой, допустим, да, воздушный, то, конечно, перехватчики проигрывают истребителям, истребители более вооруженные, более маневренные, но медленные намного летают, вот, Так и здесь, так и здесь, истребители М-3 нужны для того, чтобы воевать, и вот конкретно они здесь уже воюют, это все, что я хотел сказать именно для начала, допустим, сейчас я, собственно, открою, наверное, Открою, наверное, интернет, вот, и как раз-таки мы сейчас выберем класс кораблей М-5, вот, раз они важны, я сразу скажу, что, Как я уже говорил, самое главное сейчас я буду говорить в большей степени про аргонские корабли, потому что кораблей очень много разных рас, и они плюс-минус одинаковые, короче, Отличия есть, всегда отличия есть, минимальные, вот, но они есть, вот, но я буду там небольшие сравнения делать с другими расами, да, Но в основном это будут аргонские, потому что аргониане здесь, ну, считается, как бы, самая главная раса, вот, Я уже вам говорил, что такие аргониане, это люди, которые в свое время потерялись в космосе, были закрыты и познакомились с инопланетянами всякими. Вот, и в первых частях там в... Реберсе, да, ой, реберсе, блин. Короче, в оригинале, скажем так, там не было землян вообще, по-моему. Короче, М-5, как я уже говорил, я считаю, что здесь самая важная характеристика, это скорость. Мы изначально берем тот разведчик, который, собственно, самый быстрый. Не смотрим на вот эти страшные цифры по скорости, потому что, скорее всего, эти корабли вы хрен найдете вообще. Единственный корабль, который вы сможете найти, это Пустельга. Пустельга, она Теладийская, это Теладия, наверное, желательно рассказать изначально, кто такие вообще Теладия. Если мы знаем, кто такие аргонцы и знаем, кто такие земляне, и знаем, что между ними есть война, по каким-то причинам они начали между собой воевать. Вот, Теладии, это такие ящеры, короче, ящеры, которые, собственно, помешаны на торговле. У них прям чуть ли не до фанатизма торговля, это какая-то своя религия просто. Вот, они практически со всеми дружат. То есть, если играть начинать, и вы хотите играть мирно, то, скорее всего, играете за Теладий, потому что у них вообще нет врагов. Они дружат со всеми и со всеми торгуют. Вот. И у них самые такие странные, короче, цены. То есть, можно купить подешевле, продать подороже. У других там обычно цены плюс-минус мало чем отличаются. А у Теладии прям сумасшедшие в этом плане, короче. Вот. И, скажем так, у Теладии собственных технологий как таковых нет. Все, чем они вооружают собственные корабли, это технологии других. То есть, чаще всего аргонцев, ну и все по чуть-чуть. Такой вот именно компот из разных пушек. То есть, очень большие совместимости с разными пушками. Какие хочешь дать тыкарь, грубо говоря. Очень большие совместимости. Вот. При этом их корабли, они имеют самые большие объемы груза. То есть, лучшие торгаши практически, наверное. Вот. И при этом, конечно, самые медленные. Поэтому они и худшие торгаши. То есть, корабли у них очень медленные. Особенно это касается крупных кораблей. Но почему-то Пустельгада, разведчик, у Теладии самый быстрый. Это прям какая-то странность, я вам сразу скажу. На самом деле, прям это странно. Вот. Потому что чаще всего это не есть так. Чаще всего самые быстрые корабли у нас идут у сплитов. Вот. В данном случае Ягуар. Вот. Улучшенный Ягуар и Ягуар Рейдер. Тут еще вы можете иногда заметить такие слова, как Рейдер, Агрессор и Защитник. Вот. Агрессор иногда еще переводится как... Блин. Не Бастион. Что-то типа того, короче. В чем отличается? Вот почему здесь есть какой-то Лунь Рейдер, Лунь Агрессор. И иногда бывает Лунь Защитник. Но я здесь его не наблюдаю. Вот. Чем отличается? Защитника всегда... Блин. Вот прям троих здесь нету. Но я об этом расскажу позже. У Защитника чаще всего самая низкая скорость. Но самые большие щиты. Вот. То есть... Этот... Истребитель... Ну... Допустим. Назовем его Истребитель на данный момент. Тут, допустим, в этом случае... Это... Разведчик. Да. У него... Он предназначен больше для защиты чего-то. То есть, ему летать далеко не надо. Он защищает какую-нибудь станцию. Ну, блин. Не знаю для чего это сделано в М5. Потому что М5 это говнище. Скажем так. Как и собственно М4 и М3. Все говнище. Кроме корветов. Ну, я вам скажу. Когда у вас появится первый эсминец. То и корветы для вас считаются как бы говнище. Вот. Поэтому... Для защиты. Рейдеры это самые быстрые. У них чаще всего большая скорость. Я здесь смотрю какой-то фуджин. Что защитник, что рейдер имеет одинаковые скорости. Что если честно очень странно. Вот. А агрессор. Чаще всего имеет самые мощные генераторы лазера. Вот. Допустим. Вот если лунь рейдер выбирать. 120. И лунь агрессор. Блин. Если честно я не понял эти цифры. Может быть у М5 все наоборот. Как бы. В целом. Я что хотел сказать. То есть. Наверное мы будем больше в М3 разбираться. Кто из них агрессор. Кто из них защитник. Кто из них рейдер. Вот. А вот в М5 какая-то дичь. Происходит. То этих Теладий. Если честно. Вот. И короче. К чему я говорю. Если вы хотите много наносить урона. То это вам агрессор. Если вы хотите быстро летать. То рейдер. Если хотите иметь мощные щиты. Но быть самым медленным. То это конечно же. Либо тяжеловозы. Либо защитники. Это в принципе формально одно и то же. Здесь таблица конечно херово показывает. Но я говорю. Что Пустельга самый лучший корабль в данном моменте. Скажите. Есть еще усовершенствованная Пустельга. Есть какие-то. Пустельга еще какая-то. Это что. Это какой-то. Ошибки перевода скажем так. Вот. Какой-то дротик и большой взрыв блин. Вот. Что это такое за корабли. Ну я вам скажу. Что далеко не каждый этот корабль можно купить где-нибудь. Если мы нажмем где его купить. То мы видим что этот корабль мы купить не можем. Вот. Что это был за корабль. Это был просто какая-то Пустельга. Усовершенствованная Пустельгу возможно можно купить. Но нет. Нельзя. А вот эта Пустельга у которой скорость была. Под 170. Под 600. Вот ее можно купить у Теллади много где. Практически на всех верфях Теллади его можно купить с минимальной репутацией. Вот. То есть не смотрите все что там выше. Вот ваш корабль. Вот этот. У которого скорость 605. Вот этот корабль вы можете купить. Ну так как мы играем естественно за кого. Ну а так если честно. Считается самый быстрый. Это все-таки Спритский. Вот есть улучшенный Ягуар. Я не знаю можно ли купить улучшенный Ягуар где-нибудь. Вот. Этот конкретно нельзя. Возможно скорее всего можно просто Ягуар купить. Вот. Спритский. Ягуар Рейдер наверное вот этот корабль можно купить. Да. Ягуар Рейдер можно купить. Ягуар Рейдер у него скорость в принципе ну очень близкая к 605. до 596. Это нормальная скорость. Я вам сразу скажу. Вполне адекватная короче. Вот. То есть. Я скажу что видите здесь есть даже в некоторые моменты. Показывает что. Лазера вообще нет. То есть какой-то дротик у него даже оружия нет. И да действительно по моему есть такие. Разведчики у которых вообще нету лазера. Вот. Но нет наверное нет таких разведчиков. То есть как бы. У всех разведчиков есть. Оружие. А вот что самое странное. Самое странное. Это то что у этой пустельки еще и турель есть. Вот турелька. Это большая редкость я вам скажу. Практически ни у одного разведчика нет турели. Вот. Я об этом говорил. И вот действительно всего лишь три разведчика. И это все пустельки какие-то. Причем некоторые из них какие-то странные. Вот. Которые имеют собственно турель. Остальные корабли. М5. Не имеют. Турель. Зачем нужна турель. Вот. Основные пушки у нее всего лишь две. Два главных слота под оружие. То есть они могут всего лишь два оружия вставить. Вот. Я скажу что у некоторых кораблей. Ну более крупных понятное дело. Бывает по десять оружий. Атак начинается от шести и восьми. Вот. Шесть восемь это стандарт. Вот. Восемь вообще стандарт. Десять это бывает крайне редко. Но бывает. Здесь два. То есть сами видите что воевать на таком очень сложно. Плюс еще более того. Вы думаете я поставлю два и буду прям спамить. Как боженька. Есть вероятность что вам. Энергия лазера просто не даст возможность спамить. Бесконечность этого оружия. У вас оно будет очень быстро заканчиваться. Вот. Но у этого корабля есть еще и турель. Причем на туреле сразу две пушки. Блин. Вот. И тут видите даже количество разных пушек больше. Я вам сейчас поподробнее расскажу про пушки. Вот. У нас здесь есть импульсная пушка. И есть ускоритель частиц. В общем то импульсная пушка это стандартная пушка. Она самая низко потребляемая пушка. Как бы. Она самая чмошная. Урон вообще малюсенький. Дальность тоже такая себе. Не огонь. Но зато очень мало потребляет энергии оружие. И это важно. Почему? Потому что ну как бы. Ну зачем вам такое оружие. Которое вы можете выстрелить два-три раза. И оно уйдет в перезарядку. Вы не сможете дальше стрелять. Лучше вам легче. Причем знаете что самое обидное. Чаще всего вы выстрелили два-три раза. И не попали нахрен. Вот. И это обиднее всего. Блин. А так с импульсной пушки вы можете даже чуть пострелять. Повоевать. Вот. А турель вообще классная штука. Особенно если вы криворукий какой-то чувак. Который ну блин. Тут управление скажем так хреновасенькое. Очень сложное. Вот. И попасть в кого-то. Это еще та еще задачка. На самом деле. Тут нужно опыт и опыт воевать. В этой игре. А вот турелька она стреляет за вас. И у нее как бы свои там алгоритмы попадания. Да. И они чуть получше наверное стреляют. Чем вы вручную будете стрелять. Поэтому турелька это хорошо. Причем насколько я знаю. Она где-то то ли сверху. То ли на жопе. И она эффективно будет сбивать ракеты. Которые у вас летят. То есть. Пастельга. Самый лучший корабль. Для того чтобы разведывать территорию. Ставите туда какие-нибудь импульсники. Я не думаю что там фазовый усилитель. Или осколочный бомбомет. Имеет смысл ставить. Но это в принципе тоже можно сделать. Ускоритель частиц. По-моему слишком прожорзивая пуха. Чтобы ее ставить. Но мы сейчас об этом подробнее расскажем. А. Плюс еще. Плюс еще. Ребят. Самое важное. Трюм. Малипусенький. 55. Короче. Вот. Трюм. Этого. Как я уже говорил. Хватит. Ни на что не хватит. То есть. Возможно. Возможно. Вы даже не сможете полностью. Затарить свой корабль пушками. У вас просто физически не хватит места. Пушки имеют определенный вес. И может быть 4 импульсника вы еще и вставите. Но это не точно. А вот что-то посерьезнее. Осколочный бомбомет или фазовые усилители. Или даже ускоритель частиц. Возможно. Четыре штуки вы поставить не сможете. Там. Ну. Две. Три. Одну. Я не знаю. Вот. Ну. И плюс еще. Вы не сможете далеко. Прыгать. Максимум. В соседнюю галактику. В соседнюю сектор. И то не точно. Возможно. Тупо не хватит. Места. Для. Электро. Ну. Электро батарей. Для прыжкового двигателя. Грубо говоря. Вот такие проблемы. Тут написано, что он может отнести какое-то количество ракет. Как бы. Какое-то количество ракет. Но я скажу, что это тоже все не столь важно. Почему? Потому что. Это. Ну. Много. Вы их не перевезете. У вас маленький трюм. Стрелять ими еще в кого-то. Ну. Может быть. Может быть. Вы там. Маскит. Разменяете. На какую-то другую ракету. Которая у вас летит. Хотя. Как я уже говорил. С такой скоростью. Вас не сильно должно тревожить. Кто там за вами что летит. Оно. Вас не догонит. Это что касательно пустилиги. Блин. Что касательно пустилиги. Ну. У нас же еще. Как бы. Мы смотрим. В сторону аргонцев. Да. Давайте смотреть. В сторону аргонцев. Раса. Значит. Давайте немножко. В другую сторону. Раса. И вот. У нас. Аргонцы. Из. Быстрых. У нас есть. Исследователь. Стандартный. Скорость. У него. Максимально. 346. Ну. Как видите. Намного. Меньше. Чем. У пустереги. Вот. И все. Собственно. Есть. Усовершенствованный исследователь. Ну. Как я уже говорил. Хоть у него и скорость больше. Но. Усовершенствованный исследователь. Можно и нигде не купить. А вот. Исследователь. Агрессор. У которого. 380 скорость. Или даже. Исследователь. Рейдер. Это. Вполне. Вероятно. Можно взять. Вот. Такой корабль. Вполне. Вероятно. Можно купить. Да. Он продается. Причем. С очень низким рейтингом. То есть. Низкой репутацией. Что он из себя представляет. Ну. В принципе. У него. К сожалению. Да. 4 пушки. Главные. У него. Абсолютно. Нету. Эм. Турели. Вот. То есть. Все что в пушке у вас есть. То есть. Если вам будут стрелять ракеты. Будь добр. Развернись. И уничтожь их. Если они быстрее тебя летят. Ну. Мало ли. Такое может быть. Потому что ваша скорость уже сколько. 439. Друбо говоря. Я сейчас открою ракеты. Мы будем рассматривать ракеты. И смотреть. Что вообще нас может догнать. И убить. И. Обратите внимание. Что. Ракет стало чуть чуть меньше. Количество. Как собственно и пушек. Только импульсники. И все. Спросите. Какого хрена. Блин. У Телади их больше. А как я уже говорил. Телади не имеет собственных технологий. Поэтому. Они чаще всего. Воруют. У всех. Технологии. И. Насколько я помню. Опять же таки. Я извиняюсь. Я открою. Теладийский. Корабль. Пустильга. И. Допустим. Лунь. Агрессор. В нашем случае. Откроем. Это тоже Телади. Вот. И. Лунь. Мы уже можем заметить. Что у него. Максимальная скорость. Уже. Пятьсот. Десять. У него. К сожалению. Тоже. Видите. Все. Ограниченное. Просто. Лунь. Это стандартный. А вот. Пустильга. Это какой-то. Ну. Внесли его. В каком-то дополнении. Как. Супер. Читерный. Корабль. Тоже. Вот. Мало того. Что с турелькой. Так еще. Скорость. Бешеная. Но. У. Луня. Свои преимущества. У него. Во-первых. Пушек. Больше. То есть. Он может повоевать. Получше. Щиты. У него. 4000. У этого. 5000. У этого. Энергия. Щитов. 110. У этого. 104. Ну. Хотя бы. Энергия. Щитов. Больше. Этот. Луня. Агрессор. Уже. Наверное. Все-таки. Предназначен. Триум. 64. Здесь. Триум. Побольше. У Луни. Больше. Предназначен. Наверное. Корабль. Для того. Чтобы. Воевать. Против ракет. То есть. Он уже. Исследователь. Что у него. 3000. По сравнению. Ну. То есть. Исследователь. Даже. Послабее. По щитам. Чем. Все остальные. У него. Всего. Лишь. Три. Штучки. По одному. Мегаджоулю. У него. Слабенькие. Генераторы. Лазера. Слабенькие. Генераторы. Щитов. Корпус. Ну. То есть. Он. Такой. Мало. Очень. Трюма. Скажем. Так. Слабенький. Корабль. Но. По скорости. Тоже проигрывает. Что самое странное. Это какой-то. Это. Вот. Теллади. Научились делать. Судя по всему. Разведчики. Только. И. Я хотел бы. Еще. Все таки. Наверное. Рассмотреть. Корабли. Такие. Людские. Рапира. М5. Тераны. Рапира. Яки. Берсерк. Мы с вами. Смотрели. Берсерк. Аог. На самом деле. Это. Тоже. Земля. Но. Как я уже говорил. Это. Корпорация. Вот. Такие. Корпорации. Даже. У. 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 как у землян так и собственно у ауге вот кто такие ауге я вам сейчас покажу на самом деле на карте так вот на юпитере вот на юпитере заводы видите вот этот например орбитальный завод служит базой для действия патрульных кораблей здесь им обеспечен здесь не указано корабли может быть найду какой-нибудь сейчас ау грешный это альдрин торговец оружием но это не он какой-то враг летает я в зоне войны но ничего страшного как эта фигня какая-то сожалению не покажу но на самом деле я потом объясню где какой-то корабль и вот но скажем так они оба земные так вот этот стандартный земной корабль который входит состав армии в него 2 электромагнитные плазменные пушки а здесь аж 5 электромагнитных плазменных пушек вот и этот корабль в разы мощнее за что мне нравится земляне во первых опять же таки обратите внимание количество ракет две штуки москит и полтергейст причем москит может таскать любой корабль вообще в этой игре вот а вот пол три есть ну так это земное тут конечно то же самое и количество пушек которые они могут перевозить обратите внимание одна штучка и вся вы думаете что-то поменяется в м2 в м4 м3 нет ничего не поменяется чуть больше ракет но пушки останутся те же самые вот и про пушки я тоже сейчас подробнее расскажу вот у нас есть короче характеристики вот я открою значит пушек и ракет собственно вот стандартная ракеты москит как я уже говорил давайте ракеты я распределю пока по скорости да потому что речь у нас идет все таки про разведчики и единственный кто может убить разведчика это быстрая ракета правильно потому что все остальные его просто не догонят кто может догнать пустильгу огненное копье ну чуть-чуть не догоняет дезинтегрирующая ракета светлячок аврора москит и рапира вот я не знаю где это вообще рапиру можно взять пока совместимый а ну совместимые корабли может и разные могут его носить характеристики ракеты не знаю блин рапиру может и разные вот ну по-моему их строить тоже самостоятельно нельзя как бы аврора если я не ошибаюсь это ракета до обратите внимание у нее урон да то есть если мы посмотрим опять лишь таки вернемся к нашим кораблям допустим конкретно к нашей пустильге то у нас есть 5000 щитов и 3000 корпуса вместе 8000 правильно вместе 8000 вот и да действительно есть ракета которая может нас просто шокнуть но насколько я знаю аврора аврора она не имеет самонаведение она быстрая но самонаведение не имеет сейчас это все проверим кто имеет самонаведение правильно ракета москит она догонит вас нанесет вам 200 на хрен урона что как бы по вашим счетам из 5000 нанесет херню скажем так дальше светлячок до полторы тысячи урона догонит но не убьет и дезинтегрирующая ракета тоже догонит но не шотнет но нанесет много давайте посмотрим эти ракеты поподробнее я от не понимаешь человек кстати куда-то лечу вот мы видим сати летят 2 м5 и 2 м4 и м5 пиратский лун пиратский кстати лунь то и раскил элита элита вот мой корвет их просто моментально снесет просто что у них 6 километров даже 7 меня лень к ним лететь но давайте откроем короче значит чтобы не пустозвонить энциклопедию и смотрим ракеты вот аврора ракета аврора снабжена синаптическим детонатором это передовая технология позволяет пилоту выбирать момент подрыва боеголовки пилот запускает ракету нажав гашетку снаряд взрывается при втором нажатии гашетки либо по окончанию отсчета встроенного таймера внимательно читайте без наведения то есть наведения нет вот потом что у нас там следующая была ракета ну понятное дело москит самонаводящиеся ракеты москит легких ракет требуется цель в космических битвах ребята это вы все послушайте безусловно очень все важно что там у нас было еще какая ракета светлячок и рапира да по мере сокращения дистанции космических боев скорость снаряда стала более важным фактором чем маневренность разработанная аргонскими учеными небольшая сверхбыстрая ракета светлячок не обладает устройством наведения на цель не обладает устройством наведения на свет также невозможно невозможно поэтому ее рекомендуется использовать на небольших расстояниях хрень полная хрен вы попадете с этой ракеты вообще по кому нибудь но полторы тысячи урона безусловно прикольно но вы не попадете вы тупо не попадете и рапира да если не ошибаюсь новая ну тут про рапиру марла чего валится кстати написано что повреждение у нее тысяча вот тысяча требуется ли указания на чертежах выбора способна иссякать хотя относится слабая также немного не написано конкретно самонаводящаяся она или нет но вроде бы как она не самонаводящаяся и даже все равно у нее написано здесь что у нее урон тысяча в отличие от того что пишут пишут а и здесь пишут 1000 до дезинтегрирующая ракета да что это такое за дезинтегрирующая ракета дезинтегрирующая ракета изобретение пиратского клана яки ракета выводят из строя бортовую электронику и двигатели бомбардируя их ускоренными ионами корпус и другие системы при этом не повреждаются интересная ракета судя по всему по счетам только бьет но опять же таки это пиратская ракета то есть скорее всего вы ее себе нигде не купите вот вот есть вероятность что она по вам никогда не стринит есть вероятность что она тоже не самонаводящаяся вот короче говоря что мы поняли что все что может нас догнать а еще огненное копье огненное копье 600 давайте посмотрим что за огненное копье все предельно просто все мы решили то есть мы вообще ничего не боимся это м 5 корабль это бессмертный корабль просто просто бессмертный его невозможно ничем убить вот потому что ничто его догнать не может за то что может догнать она в него не попадет его в принципе не могут догнать не перехватчики не истребители не дроны ничего никто не может догнать разведчика поэтому вы можете смело летать в самые страшные локации где куча врагов и вас ничего не сможет убить ну формально там может быть там за редким 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 исключением что-то вас может убить а если у вас еще и на жопе турелька которая сбивает ракеты так вообще как бы никакая никаких проблем нету ладно это все понятно вот дальше что касательно оружия что казино оружие мы видели с вами что в основном у всех у всех кораблей вот допустим тоже пустильки идут импульсные пушки но вот импульсные пушки здесь у агрессора импульсные пушки вот и даже у исследователя тоже импульсные пушки причем это основное оружие это оружие самая легкая я о нем сейчас расскажу опять же таки самая легкая весит объем 1 вот оно очень дешевое обратите внимание что дешевле наверное здесь ничего и нету как бы и имеет дальность ну крайне маленькую тут вроде бы как написано километр 300 да даже километр 400 но я вам скажу что в реальном бою в реальном бою особенно при таких скоростях вот это крайне близко очень некомфортно на такой дистанции воевать это считаете вы делитесь в ближнем бою практически да есть оружие которое еще меньше дальность у него но формально это оружие ну такое вот урон урон ничтожен просто самый маленький урон вообще что только есть это посчитал 220 а корпус вообще мизер но вы можете спокойно посчитать да мы берем собственно нашу пустельгу и у нас сколько 3000 корпуса и собственно 5000 щитов ну это у пустельги понятное дело что у кораблей давайте смотреть мы все таки не так пустельгу смотрим как мы смотрим все таки исследователей и у нас два косаря корпуса и 3000 щитов вот так вот посмотрим да два корпуса и три щитов вот и да стандартно многие корабли могут одевать сколько например этот может надевать 4 лунь агрессор тоже 4 пушки может одеть скажите 4 пушки это хорошо но я скажу что на самом деле не всегда вы сможете с этих 4 пушек спамить как я уже говорил у вас очень маленький генератор и оружие вот и вы сможете сделать ну выстрелов 5 из всех орудий в лучшем случае да а потом просто ваше оружие начнет стрелять крайне медленно чуть ли не по одному выстрелу в секунду я не знаю так биу 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 вот из плюсов этого оружия максимальный плюс почему именно импульсная пушка не что-либо другое это скорость снаряда это не скорость выстрела это скорость снаряда то есть в принципе он практически на всю дальность может стрелять за одну секунду это один из самых важных параметров когда вы играете против из других истребителей особенно мелких особенно разведчиков или перехватчиков они зараза маневренные быстрые по ним попасть из оружия у которого скорость например ну я не знаю сейчас примерно скажу например там 400 да вы просто по ним не попадете не попадете да есть плазменная пушка у которой урона просто охереща блин да ну по сравнению с импульсниками вот а если таких плазменных пушек 4 блин да то там урон просто бешеный 8000 урона за один выстрел только фу и нету блин этого разведчика да казалось бы но ты хрен по нём попадешь с такой скоростью снаряда вот и тем более на расстоянии 2 километра ну блин возможно если ты впритык подлетишь на расстояние 3 или на расстояние километр 300 может быть но опять же таки у кого такие пушки есть ну у крупных кораблей которые собственно ну более крупных кораблей более крупных истребителей наверное да чем разведчик и естественно скорость у вас будет просто в разы ниже просто в разы я сейчас покажу на каких цифрах идет речь вы просто навсего не догоните разведчика и собственно он будет маневрировать летать на расстоянии свыше допустим до двух километров и вы его хрен победите короче и поверьте мне я знаю о чем говорю вот и а он зараза попадает то есть это очень быстрое оружие очень большая скорость снаряда прям ну очень хорошая с такой скоростью снаряда можно даже ракеты сбивать спокойно можно ракеты урона хватит чтобы сбивать ракеты буквально ваншоты будете отпускать то есть это оружие эффективно против ракет максимально и против мелких кораблей вот так как у нас 4 оружия мы смело можем умножать это все в 4 раза и получается урон 800 по щитам за собственно за короткое промежуток времени да вот если делать залпы то есть вероятность что вы щиты 3000 щитов собьете ну там секунды за 2 за 3 если будете все время попадать а так как у вас хорошая скорость снаряда вы попадать будете а вот с корпусом будет сложнее конечно 80 корпуса бить каждый этот ну то есть по корпусу там печаль вот я кстати сразу скажу сразу это очень важно очень важно что вы когда смотрите корабли любые вообще вот в моем случае да вот мы смотрим этот корабль луни-агрессор что мы вообще луни-агрессор смотрим вот исследователя мы смотрим допустим не смотрите на корпус вообще корпус это не важный параметр то есть вам важны только щиты корпус вообще не важно да он есть корпус да его нужно еще прострелить чаще всего все оружие очень плохо бьет по корпусу вот чаще всего все оружие бьет хорошо по щитам вот причем обратите внимание что корпус измеряется непонятно в каких единицах да а щиты измеряются кило джоулях вот в кило джоули мега джоули и так далее гига джоули короче и казалось бы а что куда сколько простреливает как бы вот у нас есть оружие и и допустим вот оно стреляет по щитам 220 а по корпусу 21 чё почем как бы стреляет что 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 означает в джоулях измеряется в кило джоуля в чем это урон измеряется я вам сразу скажу он примерно так и измеряется короче причем здесь мы видим скажем так не дпс оружие а урон оружие вот потому что смотрите мы возьмем зайдем энциклопедию блин куда то я вечно лечу блин я наверное знаете что я наверно припаркуюсь просто приковка разрешена автопилот включен вот припаркуюсь и я вот вам сейчас покажу примерно энциклопедию да и мы возьмем лазеры и мы смотрим что импульсная пушка правильно импульсный лазер этот лазер используется в мощных системах вооружений и нам импульсная пушка применяющиеся в легких системах вооружений и на небольших истребителях импульсные пушки представители старейшего из известных классов энергетического вооружения точная дата разработки первых экземпляров подобного оружия неизвестна современные импульсные пушки отличает высокая скорострельность при низком энергопотреблении короче говоря вы сразу такие смотрите а тут же цифры то отличаются блин что за 140 и что за 1400 что это за цифры а это ДПС ребят это ДПС вот тут написано на каких кораблях они могут быть установлены я вам скажу на всех кораблях они могут быть установлены это самая базовая самая распространенная пушка короче она может быть установлена где угодно даже на эсминцах в этом нет смысла но может установиться смысл как бы есть за счет скорости снаряда в общем то очень удобно сбивать ими ракеты но против ракет есть зенитки которые как бы намного лучше справляются с этой целью с этой миссией да с этим заданием с этим заданием вот намного лучше с этим заданием справляется стыковка выполнена героям солнца и земли положен особый прием ваше присутствие здесь честь для нас контакт с местной торговой сетью вот то есть формально за счет скорострельности за счет скорострельности вы вполне можете наносить неплохой урон то есть очень большая скорострельность и очень хорошая точность это для нас очень важно правильно правильно вот дальше 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 что у нас дальше то есть это оружие максимально эффективно против быстрых кораблей и собственно против ракет но мы видели что допустим здесь у нас импульсная пушка кстати мы смотрели здесь у нас есть ракеты стрекоза светлячок аврора рапира собственно огненное копье и обратите внимание что аврора и огненное копье и рапира в том числе это те ракеты которые сверхбыстрые как и светлячок единственное еще отличается стрекоза что это за стрекоза такая и чем она там так важно давайте посмотрим стрекоза стрекоза ракета стрекоза скорость у нее крайне медленная урон большой вот но наверное стрекоза все таки это ракета которая все таки наверное имеет самонаведение но это не точно хотя бы осмотрим чтобы не заблуждался правильно самонаводящиеся ракеты стрекоза самонаводящиеся ракеты средней мощности обычно применяемые для 5000 уронов средних истребителей вот ничего не говорится про легкие истребители а конкретно про этих про разведчиков почему потому что 300 метров в секунду она не догонит ни один разведчик хотя там есть разведчики которые имеют скорость ниже мы уже смотрели до 5000 урона формально 5000 урона допустим тоже самый аргонский корабль можно и шутнуть стрекозой но опять же таки у аргонского корабля имеется скорость хоть и не самая большая но 439 то есть она его уже не догонит это исследователь да есть корабли медленнее но я сейчас их не буду рассматривать я не читаю вообще смысл смысл м5 но как я уже сказал в скорости ищем корабль намного быстрее в противном случае я не вижу вообще смысла в м5 это это говно это блин не корабль он никуда не годится он ничем не полезный у него нету ни нормального оружия блин ненормальных ракет ненормального трюма чтобы что-то возить ни щитов ничего он не нужен это бесполезный корабль но как разведчик чтобы полетать на больших скоростях очень даже ничего вот значит лунь ты ладийский тоже у него тоже самый комплект ракет а вот у пустерги тут конечно ракет уже побольше вот и ураган блин и и оса короче есть и греческий огонь какой-то мы это все тоже рассмотрим но просто скажем так что этот какой-то ну странный корабль слишком читерный и я не знаю более того он может перевозить как я уже говорил как ускорители частиц так и собственно осколочный бомбомет и фазовый усилитель осколочный бомбомет и фазовый усилитель что это такое начнем с осколочного бомбомета давайте рассортируем их по дальности причем по дальности в другую сторону осколочный бомбомет имеет дальность чуть побольше веса конечно много цена тоже не 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 супер маленькая средняя где-то 200 тысяч напомню я что импульсная пушка стоит до 5 ну если за 5 но в принципе средняя цена это и вес 1 а здесь 5 то есть пять раз больше короче весит вот осколочный бомбомет если я не ошибаюсь осколочные бомбометы это технологии сплитов могу ошибаться но по-моему так ускорители частиц мы смотрели это типа видите тоже аналог как бы стоит чуть дешевле он тоже там поддерживается кстати обратите внимание что осколочный бомбомет имеет убер до хера урона в отличие от импульсной пушки 220 да очень много урона вот но меткости вообще нету ни хрена вообще то есть с этого оружия вы не попадете ни по кому единственный момент это оружие более менее неплохо подойдет против тяжелых истребителей то есть м3 вот то есть вы сможете по ним хотя бы стрелять и что-то наносить вы все равно проиграете м3 все равно проиграете но хотя бы кое-как какой-то урон прям есть и ускорители частиц у него скорость полета тоже более менее нормальная в плане того что по м3 попадать вы сможете 703 это нормальная скорость чтобы попадать по м3 вот ускорители частиц если не ошибаюсь это баронская технология но это не точно вот расскажу вам чуть-чуть вообще что то такие бароны вот и кто такие сплиты вот значит есть у нас парониды это трехглазые такие существа вот с ними первыми аргонцы познакомились и они типа по моему если не ошибаюсь религиозники вот то есть у них там есть жрецы и короче они все такие паронидские все такие религиозные вот есть сплиты это боевая раса грубо говоря боевая раса которые ну прям максимально военизированная максимально милитаризированная такая знаете милитаристы прям то есть им воевать им угнетать слабых и так далее то есть такое вот и у них самое важное это сила короче вот но при этом почему то корабли у них самые быстрые вот я не знаю как сделаны как будто для того чтобы догнать и убить такие пиратские знаете рейдерские вот вот есть тэлади как я вам уже говорил это мы не будем рассматривать тэлади тэлади это торгаши нейтральные и так далее есть бароны это такие знаете они типа плавают они жили в океане короче могли плавать вот кстати а тем кого я там первым сказал параниды они в древности могли летать теперь они летать не могут и это их бесит вот у них были крылья сейчас у них крыльев нету а вот бароны они водоплавающие типа как осьминоги они ходят по поверхности всякое там в основном используя скафандры специальные которых внутри жидкость короче и корабли у них тоже забит набитые жидкостью они плавают в жидкости если вы хотите перевозить те же самых баронов в транспортных ну там по заданиям бывают квестики типа перевезти там кого-то с одной станции на другую например там баронов да то у вас должна быть корабль который поддерживает возможность залить все нахрен водой чтобы они там плавали вот так вот бароны это это очень-очень миролюбивые пацифисты короче раса такая они в их истории они практически не воевали друг с другом то есть они такие вот знаете ну как травоядные зачем друг с другом воевать вообще какой смысл вообще мы не понимаем агрессию и так далее вот и вот они такие развелись полетели в космос а тут такие сплиты а сплитам воевать медом не кормить вот причем причем бароны вроде бы как у них технологии нормальные да у них такие кстати очень красивые корабли похожие на всяких водоплавающих животных типа такие они все органические зелененькие вот ну вы видели мой мегалодон и все называются там типа морская лисица там всякие кальмары там шмальнары и они все такие красивые так вот прикольно выглядят короче и они вышли ну неплохие технологии да вышли в космос короче а тут такие сплиты о прикол короче они слабые у них нет вооружения давайте их поработим короче вот но дело там что к этому моменту они успели подружиться с аргонцами ну аргонцы это земляне грубо говоря бывшие только которые жили в космосе отрезанные от земли они с ними торговали ну аргонцы да ну как люди вы людей сами знаете да люди это ну они все могут они надо поторговать и поторгуем надо повоевать повоюем короче надо кого-то защитить защитим надо кому-то агрессивно ответить ответим как бы вообще без проблем то есть армия есть флот есть торговля есть станции есть у нас все есть как бы ну мы на все готовы вот им кого-то защищать это медом не кормить такие свои доблестные паладины и эти же баромиры блин баромир бароны такие прибежали к аргонцам блин нас там короче чмырят помогите пожалуйста не вопрос как бы и напали на сплитов вот а сплиты успели с паронидами скинтоваться чуть-чуть там нападали корабли и раньше дружились парониды с аргонцами а потом хоп и вот из этого конфликта перестали дружить начали воевать в общем аргонцы победили они начали кормить вооружением баронов поэтому у баронов чаще всего есть совместимость с аргонским вооружением корабли вот и порой наоборот у баронов там больше всего у них ионовые пушки всякие они очень неплохо бьют по щитам но мало по корпусу но щиты разносят просто в щепки вот так что если кто-то не любит щиты то это вот к баронам обращайтесь они вас научат их уничтожать вот такая вот интересная вещь и вот ускоритель частиц по моему это баронские технологии но это не точно я не могу прям точно сказать и обратите внимание что точность у этого оружия довольно таки неплохое но при этом как бы урон большой по щиту но не сильно большой по корпусу в отличие от осколочного бомба у которого как бы ну по корпусу тоже очень неплохой урон вот в целом да в целом вот мы можем их рассмотреть ускоритель частиц и осколочный бомбомет можно встретить на некоторых средних и крупных истребителях ускорить смотрите какой корпус учили широкое распространение во времена ксенонского конфликта первые прототипы были созданы почти одновременно паранидами и аргонцами было создание оружия превосходящего по мощности существующие импульсные пушки в основу принципа действия ускорителей положен разгон тяжелых частиц до космических скоростей в последующей формализации и просто смотрите 6000 дпс по счетам и насколько меньше по корпусу но принципе такое вот оружие и неплохая меткость щиты выносить прикольно и как там мы смотрели какой-то там бомбомет до осколочные оружие используется на тяжелых истребителях эсминцах и на некоторых линкорах и авианосцах параниды разработали эти бомбометы и низкие эффективной борьбы с истребителями снаряд этого бомбомета на некотором расстоянии от точки вылета разрывается на мелкие осколки которые поражают все корабли в определенном радиусе ну знаете тогда и в этом есть плюс большой почему потому что разрывные снаряды довольно таки неплохо заходят даже при минимальной скорости неплохо заходят по мелким кораблям вот единственное что если стрелять ими в упор вот то они взрываются как бы не оси корабля пролетают мимо и взрываются где-то там далеко и наносит урон ауе но в целом конечно да вот и дальность еще ну как бы ну зато урон неплохой но я не считаю это оружие правильным почему потому что ну попасть из такого в кого-то непонятно для кого это оружие против корветов может быть медленных корветов вот я не могу понять при применении ну для чего применять такое оружие но оно есть вооружение и замечательно что многие корабли его поддерживают вот в том числе как я уже говорил пусть пустельга да причем она может ее засунуть себе блин в этот восколочный бомбомет сюда и фазовый усилитель вот фазовый усилитель это интересное оружие я не вам сейчас тоже поподробнее расскажу фазовый усилитель фазовый фазовый усилитель фазовый где он тут фазовый усилитель обратите внимание что это это не дешевое оружие опять же таки по сравнению с импульс никами она стоит в разы больше в разы больше конечно больше даже чем у скрытили частиц и даже чем вот этот осколочный бомбомет нет осколочный бомбомет да подороже а здесь именно вот он очень дорогие пушки очень дорогие пушки и они уже сделаны не для м5 точно не для разведчиков вот это уже более серьезное оружие у него дальность больше меткость больше урон в разы больше чем у импульсной пушки ну то есть это уже оружие серьезное оно тяжелее вот то есть ну скажем так в разведчик такой одну пушку запихнешь и как бы больше уже ничего не влезет но за счет скорости за счет урона это в принципе отличное оружие вот это оружие больше уже подходит для таких как да блять толпал больше подходит для кораблей м 3 но иногда м 4 вот поняли да собственно что я хотел сказать вот здесь есть возможность его засунуть в лунь его не запихнешь потому что они вот рельки нету и до 2 земных оружия я никто сейчас тоже очень популярно расскажу очень сильно расскажу и исследователь рейдер тоже ничего нельзя ну то есть в основном в основном обратите внимание да что все корабли которые классы м 5 вот я не хотел конечно с прям сильно подробно про них рассказывать давайте смотреть баронский осьминог красивый да и давайте посмотрим какой-нибудь кто там у нас еще есть сплитский ягуар допустим рейдер вот и параницкий агрессор допустим вот этот я не знаю вот параницкий хотя у них и пегас есть еще тоже там какой-то рейдер пофиг вот осьминог как я уже говорил это баронский за те которые пацифисты импульсная пушка и все ягуар импульсная пушка и в основном в основном все м 3 м 5 я извиняюсь таскают только импульсные пушки все за малым исключением некоторые таскают что-то посерьезнее я думаю я все сказал про м 5 нет не все земные вот земляне конечно выделились максимально смотрите максимально выделились и здесь у нас электромагнитная плазменная пушка что есть электромагнитная плазменная пушка а я вам сейчас открою покажу что есть электромагнитная плазменная пушка электромагнитная плазменная пушка дальность 2000 то есть импульсная пушка 1300 1400 да и здесь 2000 то есть она стреляет дальше урон 800 на хрен по сравнению с импульс ником а урон 2800 по счетам 2000 лупит по сравнению с 220 и это то есть самый вонючий сраный какой-нибудь разведчик да не самый быстрый не самый быстрый скорость у него неплохая 450 да вот и у берсерка скорость 470 но они этот имеет возможность поставить 2 электромагнитные плазменные пушки этот аж 5 блин электромагнитных плазменных пушек я не не думаю что он сможет их все установить я сомневаюсь что влезут по трюму ходят трюм ну как бы улучшенный здесь трюм такой неплохой вот но блин стрелять с энергией 1000 здесь тоже энергия 1000 я не думаю что ты сможешь ими спамить ну то есть скорее всего один выстрел и все и нет больше заряда на электромагнитной пушке все тебе их 5 штук короче вот что это за оружие гасит просто капец 2000 урона вот вот она 2000 урона по щитам каждая таких пушек 2 2 вот то есть вместе они стрельнут на 4000 урона то есть вместе они по идее формально если попадут то могут шотнуть раненого разведчика аргонцев потому что у него там суммарно всего 5000 вместе всего взятых ну ладно паще по корпусу будет меньше три выстрела и все ну то есть два залпа из которых три путь три снаряда попадет это все ваншот умирает на хрен разведчик блин как бы наверное ну плюс-минус ладно не будущее считать короче эти цифры на самом деле там все чуть сложнее вот чуть сложнее но в целом целом урон бешеный даже с двух пушек а с пяти это ваншот на разведчики блин но скорость снаряда плохая и я вам скажу что это с одной стороны с одной стороны это какой-то чит до земной однозначное преимущество ну блин 200 урона против 2000 но блин ну серьезно в десять раз больше урона за выстрел но с другой стороны проклятие потому что я стрелял с этого оружия и если честно когда я видел мелких кораблей типа лунь до того же самого какие-нибудь разведчики я рыдал просто я по ним стрелял из всех орудий я не мог попасть блин я блин мазал постоянно и это я стрелял этими пушками электромагнитными с корвета то есть я мог ими спамить бесконечно с 8 пушек бесконечно то есть я зажал кнопку и меня энергия практически не заканчивается вот и я стреляю стреляя не могу попасть это просто я рыдал я просто рыдал с другой стороны если там чуть придрочиться понять как она работает тут написано 2000 да давайте присуммируем к этим двум тысячам еще скорость снаряда который пролетает за одну секунду пол километра ну условно да вот пол километра то есть мы можем эту цифру за секунду примерно сюда присуммировать но не 2 500 допустим а 2 102 200 точно это скорость снаряда плюс еще скорость противника который к нам летит допустим которого тоже скорость там примерно 500 вот то есть у нас примерно есть лишние 100 метров 100 и лишняя секунда вот и то есть я вижу что у нас дальность между нами 200 и могу выстрелить еще не когда он не в радиусе действия и эти снаряды чаще всего прилетят него потому что компьютер начинает как-то маневрировать странно после того как он выходит в радиус моего выстрела а тут он типа не успевает и до с 8 пушек ты просто ну как бы шотаешь любого даже с пяти пушек вы формально шота эти любого x5 корабля грубо говоря вот с 8 уж точно и да я их убивал с одного выстрела но если я с первого раза не попал то это капец ты просто летаешь ты не успеваешь за ним поворачиваться он быстрый а корветы они такие знаете медленно так поворачиваются короче но медленнее намного чем истребители истребители по ярче будут вот поэтому истребители конечно ну и м3 я имел ввиду они поэффективнее будут против этих быстрых тварей блин вот но с такими пушками это и подарок просто до читерный и проклятие это просто жесть это не оружие это какой-то триндец блин пань реально так сложно им попасть кого-то блин это мы его на хрен но с другой стороны вы видите насколько он мощнее ну то есть блин 2000 урона на хрен давайте поподробнее рассмотрим электромагнитную плазменную пушку по дпс у это оружие 5 тысяч на две тысячи и на них 5 тысяч на две тысячи то есть если сравнивать с вонючими импульсными этот лазер используется нет это пешкой орудия применяющие 2000 на 5 тысяч ну совсем не то и дальность меньше да но зато этими импульс никами комфортнее воевать против м 4 и м 5 в особенно против м 5 вот в то время как на корвете вы ну или там вернее на корвете а в то время когда вы электромагнитными плазменными пушками вы просто охренеть также здесь написано что максимум энергии до потребляем энергии в электромагнитная плазменная пушка мощный восемьдесят один совершенное оружие еще 500 мега джули до а у этих полин диана этот лад и это пушка орудия 450 на 26 ну то есть видите что он намного комфортнее это скучный бомбомет 900 на 192 тоже видите что разница большая и допустим ускорить это оружие можно встретить на них 920 потребителя ускорился еще смотрите если написано объема 3 как бы 3 умножить на 2 это 6 до а импульс ники как бы они 4 штучки весит всего лишь 4 ну то есть намного комфортнее чем 4 штучки весят по 312 уже да то есть могут особо не влазить вот и фазер 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 фазовый усилия оружие можно встретить на некоторых 300 на 138 еще раз покажу вам что понятно было это простейшее орудие 46 то есть насколько сильнее вы можете спамить вот вы из этого оружия сможете сделать пять выстрелов это равноценно как вы с фазера стрельнули один внимание на взлетной палубе прибывает господи отстань вот электромагнитная плазменная пушка с одной стороны как я уже сказал это просто адский дпс но вы не можете попасть по м5 и сложнее попасть по м4 но наверное легче все таки ну относительно легко попасть по м3 давайте дальше собственно поговорим собственно мы здесь поняли что у стандартных кораблей стандартных кораблей вот есть например рапира землян земли земли земная да и у нее аж две пушки грубо говоря лунь 4 пушки пусть лиха собственно две пушки видите в чем-то минус и аргонский 4 пушки но скажем так сколько мы смотрели 5000 по корпусу и 1000 то есть у это его оружие ну как-то получается даже с двух пушек это 10000 до а здесь с 4 пушек 4 ну то есть дпс выше у земных однозначно а базовый урон тем более вот поэтому я вижу только одни преимущества у земных кораблей по дпс у но вот мне кажется в дуэли рапира проиграет вот тут я кстати тоже очень важно сейчас очень важно чтобы вы это услышали и поняли что есть два типа боя бой который вы видите и бой который происходит где-то там в космосе и вы его не видите вот потому что когда он идет где-то в космосе в другой локации пока вы это не видите там идут нет маневров то есть вы не видите как корабли там летает вокруг друг друга там стреляют промахивается уворачиваются сбивает ракеты так далее вот а когда вы видите когда вы не видите этого да то они просто высчитывают корпуса щиты и дпс оружие все ощущение как будто эти корабли просто подлетают друг другу и даже дальность оружия уже не важно вот то есть они просто берут дпс оружие и этот и все и они просто выиграют те у кого ну в дальних боях там выиграют те у кого оружие имеет больше дпс а даже если она имеет очень маленькую дальность тысяча пофиг 900 вообще 600 богер вот и но дпс что был больше и у него что было больше корпуса и счетов и тогда он выиграет в этом плане вполне вероятно земля не выиграет а вот если то травить два корабля земной и аргонский и наблюдать за ними то мне кажется аргонский победит ну опять же таки из кого мы сравниваем м м5 это разведчики они не предназначены для боя все я тут все сказал короче давайте следующие смотреть следующие корабли я здесь сделаю насчет продублирую вот и перейдем к просмотру то блин характеристики кораблей м4 м4 и как я их называю собственно перехватчики эти корабли уже в принципе способные когда там как бы это не смешно звучало воевать потому что я вообще все эти вот истребители м4 м3 м5 я не считаю их как я уже сказал полезными и вообще хоть какой-то там силой который может воевать вот это все какая-то дичь блин что здесь полезно но я думаю тоже самое полезное здесь эта скорость вот и мы видим что сплитские скорпион рейдер все равно считать самый быстрый и самая быстрая скоро здесь у нас сейчас это чуть меньше 300 300 вы слушались в эту цифру 300 300 до то есть рейдер имеет 439 здесь 300 я вот вам сейчас прикола ради опять лишь таки вернусь и покажу м6 1 корабль м6 1 просто 1 вот он весенний цветок обратите внимание что я про м6 расскажу попозже м6 это не истребители да они не влазят в авианосцы это корветы вот у них очень много генераторов лазера очень много генераторов лазера очень много чаще всего турели там по 6 штук принципе там бывает ну редко но бывает вот чаще всего там по три примерно и мощные щиты которые уже измеряются 200 мега джоуль ными щитами их бывает что по 5 то есть может быть миллион щитов вот может быть видите такие цифры но в принципе и самый быстрый здесь корабль после весеннего цветка дракон скорость у него 172 но у цветка 360 у весеннего это тот корабль на котором я сейчас летаю 360 вот вы поняли да я открою чтобы вам было понятнее вот он выглядит вот так вот вот такой тончитерный корабль вот мы его немножко сюда передвинем а здесь самый быстрый корабль меньше трехсот и это м4 перехватчик вы поняли да то есть на цветке вы догоняете любого м4 кроме скорпиона прототипа но опять же таки я вам скажу почему почему потому что его вы нигде не купите они бывают они бывают их можно возможно где-то увидеть где-нибудь вы его увидите возможно его даже захватить возможно вот себе отремонтировать и летать на нем и будет скорость у вас 345 а у весеннего цветка 360 вот почему им синий цветок это читер у которого на хрен здесь 600 тысяч щитов 600 тысяч а здесь мы смотрим и у нас здесь у скорпиона 5000 щитов блин самые большие щиты у x m 5 разведчиков мы наблюдали это в районе 10 тысяч но это какой-то лунь защитник что-то очень странное ты лади на своей волне они сделали жирного блин м5 но вообще 5000 это потолок как бы это это все в основном ты лади хотя есть еще теранская рапира у нее 5000 берсерк но терраны тоже помешанные на счетах поэтому такое а в основном это все ты лади либо терраны все все остальные нормальные расы аргонцы там они ну по 4000 имеют вот чтоб вы поняли да здесь уже идут от 5000 это кстати 5000 самый быстрый скорпион рейдер а нормальный скорпион скорее всего он имеет скорость а ну скорость намного меньше вот рейдеры они все быстрые быстрее только обычно прототипы вот и что у нас тут по вооружению турели нету 5000 щитов то есть это очень близко к м5 но скорость 300 ну скажем так скорость видимо здесь не самый важный параметр у этих кораблей давайте посмотрим по расе что мы можем увидеть по расе смотрим аргонцы это у нас стандартный охотник 15000 щитов скорость 175 блин меньше 200 скажем так но это плохо корпус 7000 блин ну 2000 лазера и 250 щита давайте посмотрим сколько у рейдера и рейдера у него и генератор лазера 1000 и 110 щита ну то есть формально здесь в два раза больше всего ну то есть он сильнее он сильнее чем охотник в разы особенно по щитам вот особенно по щитам то есть он сильнее что он него там по оружию у него по оружию уже 6 пушек они 4 правильно 6 пушек и уже больше разновидности во первых у него уже можно установить помимо импульсника еще и ускоритель частиц автоматическая пушка и фазовый усилитель фазовый усилитель вот мы рассматривали с вами и ускоритель частиц и фазовый усилитель мы смотрели я уже говорил что фазовый усилитель это такая пушка которая ну очень тяжелая 4 объема довольно таки дорогая вот и ну учтите что их 6 штук как бы да вот очень высокую скорострельность имеет неплохую дальность а дальность это тоже важно и потому что ну ну тут когда у вас пушка фритик стреляет